теперь проведем планирование нашей локальной сети как наша собственно локальная сеть будет строиться вначале мы естественно при планировании будем опираться на структуру организации делаем нашу сеть иерархической посмотрим как мы должны документировать мы посмотрим схемы сети и остальные регламенты структура организации у нас первоначально две территории донская и павловская соответственно на них разные подразделения это дисплейные классы кафедры и административные подразделения но и плюс к этому у нас поскольку классификация неполная остаются неклассифицированные пользователи чтобы классификацию превратить таксономии мы их тоже в отдельный класс выделим иерархическая модель сети у нас cisco предлагает строить иерархическую модель то есть несколько уровней сети каждый уровень по-своему обрабатывает информацию каждый уровень служит для определенных каких-то вещей ну и естественно поскольку иерархически она как бы выстроена у нас появляются определенные преимущества но во первых мы можем поскольку сеть дробится на части мы легче каждую часть воспринимаем то есть мы можем понять как работает сеть раз сеть является из нескольких фрагментов то эти фрагменты фактически модульные то есть мы понимаем как расширять сеть если нам это будет необходимо естественно мы можем изолировать проблему на каждом уровне поскольку опять у нас сеть дробится у нас сложность сети понижается легче найти проблему мы можем за счет этой нашей модульности повысить отказоустойчивость сети ну и соответственно можем распределить от как относится опять к отказоустойчивостью по низким устройствам разные функции сети и так что понимается под иерархической моделью сети это у нас три уровня ядро сети если у нас большая сеть то это коры роутерс ядерные маршрутизаторы если у нас сеть поменьше то это один маршрутизатор или даже коммутаты третьего уровня потом у нас уровень распространения тут у нас политики идут как подключаются разные сети как вланы друг другом взаимодействуют этот уровень промежуточный к нему подсоединяются другие коммутаторы а вот к этим коммутатором которые будут представлять уже уровень доступа мы подключаем конечные устройства естественно ядро сети оборудование самое дорогое на distribution level подешевле на access level еще дешевле так мы применяем разное оборудование и по разным уровням распределили функциональность при этом следует заметить что у нас если большая организация то мы вот такую иерархию строим в каждом подразделении и вот у нас скажем маршрутизаторы будут являться ядром сети в каждом подразделении но в большом размере скажем в размере всей организации эти маршрутизаторы которые являлись ядром в каждом подразделении они будут distribution level в рамках всей организации то есть иерархия не абсолютно она относительно мы на ядро положим 28 11 маршрутизаторы коммутаторы 26 29 60 на distribution level и 29 50 самые такие распространенные коммутаторы на уровень доступа для того чтобы навести порядок ордунг мы введем правила именования но вот тоже будет иерархическое такое правило номерования начнем с города но если у вас организация имеется в нескольких странах вам придется начать наверное даже со страны ну скажем если у вас в штатах и в россии у вас может быть санкт-петербург штатовский санкт-петербург российский да но нам достаточно с города называть начать географическое расположение это у нас какая-то площадка в данном городе улица здания неважно потом у нас роль устройства в сети это у нас гейтвей свитч access point точка доступа на медиа конвертер mc и так далее и порядковый номер если у нас небольшое площадке большая площадка небольшое здание то у нас в принципе достаточно простой номер давать свечам и маршрутизатором если у нас какая-то большая площадка мы еще можем дробить скажем задавать номер комнаты и номер коммутатора в помещении в этой комнате в помещении то есть это не догма это вот идеология построения именования устройства в принципе вы можете расширить его как угодно или сузить скажем если у вас все находится в одном городе и никогда не будет другом вам достаточно выкинуть город если все находится в одном месте вам и географическое расположение не нужно в общем творчески подойдите и сделайте так как хотите для себя для сети нам нужна документация по трем уровням левел 1 физически левел 2 канальный левел 3 это уровень айпи значит и соответственно схемы нарисовали и план на каждый уровень план айпи это на третий уровень а список план на второй уровень и список интерфейсов это на первый уровень вот мы кроме схем еще и таблички на каждый уровень построили ну кроме того конечно инвентаризация устройств и на каждый кабель бирочку весишь куда он идет что это за кабель ну и в конце концов регламент описание как все это записывается как все это работает естественно этот регламент в голове у администратора есть но это знание имплицитная для того чтобы его передать другим надо выэксплицировать записать куда-то вот у нас схема сети вот мы используем вот такую схему приближенную для первого уровня видите нас порты описаны что куда подключаются второй уровень у нас влана описаны какие вланы ходят по каждым подключением тут уже не порты а влан у нас интересует и наши третье уровня с маршрутизации у нас целый набор айпи сетей ну у нас очень простая получается схема маршрутизации так что даже смешно такую представлять но когда у нас будет много много площадок тогда схема маршрутизации усложнится еще через интернет все будет тут у нас видите мы добавили кроме того что планировали то есть дисплейные классы кафедры администрации другие серверную ферму ну конечно на сервера мы должны в отдельную и сеть управления то менеджмент нетворк это сети для управления устройствами всеми нашими поскольку имидж тоже нужно управлять удаленно при этом не будем же ходить каждому подключаться и что то делать ну и поставили что у нас на маршрутизаторе первый адрес будет вот примерно такую табличку мы построили для разбиения вланов вот мы так номера вланов дали как только у нас будет увеличиваться количество подразделений количество подсетей мы эту табличку дописываем и соответственно увеличиваем количество вланов кроме того мы естественно должны соответствие вланов сделать айпи вот у нас такой кусочек на треки влан всю сеть мы взяли с префиксом 16 разбили на подсети поменьше с префиксом 24 сеть класса c как бы стала тут у нас вся сеть и конкретные адреса на конкретное устройство ну и мы порты прописали то есть у нас тут получается название устройство порт и вланы соответствующие этим портам то есть вот у нас айпи адреса соответствует вланам вланы соответствует портам иерархическая структура получилась такая ну и кроме всего этого мы должны выдавать адреса все-таки как-то адекватно не как захотелось в этот день поэтому мы зададим регламент выдачи айпи адресов мы будем первый адрес выделять шлюзу но это опять же ваше желание выделяют обычно крайний адрес на шлюз то есть или первый или 254 как вы хотите ну вот как но как решили давайте сразу так и делать чтобы на все на все сети была одинаковая идеология потом сетевое оборудование со 2 по 19 потом сервера потом у нас компьютеры которые по dhcp получают адреса потом несколько компьютеров всегда бывают такие которые статически получают адреса принтеры ну и резерв под что-нибудь другое можно выделять принципе если у вас какие-то еще другие устройства есть вы можете сетевое оборудование разбить отдельно скажем на коммутаторы отдельно на точки доступа ваше желание вы можете уточнить данный регламент как угодно но при этом регламент должен оставаться регламентом ну и и последнее это вы должны вспомнить какие адресные пространства мы будем использовать дело в том что у нас сеть наша мы адреса не покупаем выход интернет пока мы не рассматриваем мы внутри должны работать и поэтому мы будем использовать так называемые частные адреса которые не маршрутизируются в интернете мы их можем использовать спокойно из интернета они не видны это у нас три подсети класса а класса б сети класса c сети ну мы планируем сделать очень большую организацию в конце концов поэтому мы с самого начала возьмем класса а сети ну а если вы делаете сеть в рамках своей квартиры то вам конечно достаточно класса c какую-нибудь одну сеть взять ну в конце концов мы с помощью специальных технологий подключим наши сеть и к интернету но тогда уже нам понадобятся реальные адреса под которыми наша сеть будет вы функционировать